Жир откладывается в кожно-жировой клетчатке, которая находится под нашей кожей, так и внутри всех наших органов. Это называется висцеральный жир. Это именно брюшной жир, который показывает на степени ожирения всех внутренних органов и говорит о дальнейшей угрозе сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, вирикозного расширения вен, инфарктов и инсультов. Этот жир находится под стенкой брюшного пресса и как бы выталкивает живот вперед. Если мышцы пресса сильные, это можно немного контролировать, что вряд ли получается у большинства людей. Если и мышцы пресса к тому же слабые, то и получается выпеченный и висящий живот. Никакие качания пресса, естественно, избавиться от живота тебе не помогут. Для того, чтобы избавиться от подкожного и внутреннего жира, а соответственно живота, необходимо сделать так, чтобы этот жир начал сгорать. А горит жир в митохондриях наших мышц под воздействием кислорода. Для того, чтобы кислород попал в твой организм, необходимо кардионагрузки с частотой пульса около 70% от максимального. Также нужно сократить или остановить отложение самого жира. Для этого необходимо сокращение до минимума или полное исключение быстрых углеводов, сахаров, мучного и так далее. А также сокращение потребления жиров. Дефицит калорий, проще говоря. Пытайтесь разложить по полочкам и посмотреть на все, что вы едите. Считай примерное потребление калорий и жиров. Скорректируй питание, если необходимо. Вернусь к кардионагрузкам. Время кардио должно быть не менее 40 минут, потому что в первые 20 минут у тебя сгорают только углеводы в виде гликогена, а только потом начинает сгорать жир. Конечно, чем больше ты себе уже наел живот, тем больше времени тебе понадобится на его уменьшение. Волшебных таблеток, помогающих избавиться от живота, за сутки еще нет. Поэтому главное запастись терпением, приложить усилия, и тогда все получится. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok